Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о романе Януша Леона Вишневского «Одиночество в сети». Вы, наверное, удивитесь, что я вам рассказываю об этой книге, потому что она явно коммерческая, явно массовая, не имеет никакого отношения к серьёзной элитарной литературе. Но, тем не менее, о ней стоит сказать, потому что этот роман не просто стал влиятельным польским произведением в литературе первой половины XXI века. Но и всё-таки этот роман говорит об очень симптоматичных условиях, очень симптоматичных ситуациях в нашей цивилизации в XXI веке. Он называется, заметьте, именно «Одиночество в сети», а не «Любовь в сети». Хотя главная история этого романа – это именно любовь. Как она складывается, как, по сути дела, автор развертывает такой саспенс. Встреча героев в Париже, их постепенная подготовка к этой встрече, их переписки по интернету. Сейчас, конечно, когда есть соцсети, все эти истории с e-mail'ами, все эти истории с ICQ, с переговорами, с модемами и прочими устаревшими вещами, все это, конечно, уже несерьезно выглядит устаревшим. Тем не менее, сама канва этой книги, она не устарела, и, в общем-то, она захватывает книгу, в общем-то, довольно увлекательную, ближе к финалу особо. Когда история с этими самолетами, напряжение психологическое и так далее. Но, тем не менее, этот роман описывает нам историю, когда люди общаются в сети и словами описывают все, что только можно, доходит до последней степени откровенности. В этом романе много неприятных моментов, даже очень неприятных, даже грязи, даже мерзости какой-то в описаниях головой жизни, много физиологии. Главное, что этот роман он описывает в зрении биологии, генетики, физиологии, любовные чувства. Это роман действительно во многом материалистический, хотя они им говорят о Боге, им говорят о замысле Бога и так далее. Но при этом все в этом романе материалистично. И любовь оценивается точно тоже биологически, исключительно физиологически. Сексуальный компонент этого романа очень важен. Он действительно занимает очень много страниц этого романа. Все это нужно для того, чтобы показать нам, что развенчание вот этой романтической, идеальной любви, которая до этого жила в литературе. Вся эта степень откровенности нужна лишь Невскому для того, чтобы нам написать биологическую историю любви. Биологическое описание, физиологическое описание этой любви. Любовь ли это? Влюбленность, гормоны, действительно, какая это любовь? Это не более, чем биологический связь. Так оно действительно и есть. Встречи героев их полуидеальные, встречи в Париже, их роман, потом расставание. А потом сами узнаете, что все это, конечно, чрезвычайно убедительно рассказано. Но при этом все эти эпизоды, мерзостные, неприятные, физиологичные, нужны автора для того, чтобы показать, что любовь именно такая в 21 веке. Она биологическая, она физиологическая, она плотская в первую очередь. Нет никакой духовной близости внутри. Хотя психологическая привязанность, конечно, есть. Герои привязаны друг к другу. Они друг другу пишут, они друг другу, они не знакомы друг с другом. На начало связывают совершенно случайно. В этом романе много составных новелл, составных историй, которые вроде бы не имеют никакого отношения к действию, вроде бы совсем не нужны автору. Но при этом это только кажущееся. Это только кажется. Потому что, например, история Лухонимой Натальи или история Ксензе Анджелия, хоть и вставные новелл, хоть и не имеющие отношения к произведению, но при этом чрезвычайно захватывают. И они есть самые поразительные в этом романе, самые захватывающие. И ради него, ради этих историй, в большем счете, Лухкин Вишневский писал роман. В последующих своих произведениях Вишневский откажется от натурализма, от физиологии. Его романы становятся более идиллическими, более сентиментальными. Можно сказать, что «Яночься в сети» — это идеальный роман, написанный для девушки, для женщины. Идеальный роман для тех, кто в жизни не испытал подобных переживаний. Идеальный роман для присоединительства подвесного пола. Потому что мужчина, читая этот роман, понимает, что слишком много в нем сентиментальности, слишком много в нем плаксивости, какой-то слезливости, слишком много в нем поверхностности в описании любви, в описании переживаний персонажей. В каком-нибудь идиоте Достоевского любовь страстная такая, тяжелая, мрачная, но при этом такая поразительная, такая искренняя, такая правдивая. А здесь ничего этого нет, здесь есть только скольжение по поверхности, только плотский аспект любви, больше ничего. К сожалению, это именно так. Тем не менее, этот роман стоит читать хотя бы потому, чтобы узнать, чем увлекает современная молодежь, чем увлекают современные поклонники чатов, поклонники соцсетей, чем увлекаются люди, пишущие такие же откровения в соцсетях, что они там пишут, зачем они это пишут, все эти знакомства по интернету, что за всем этим стоит, чтобы все это узнать, стоит почитать этот роман. Но при этом, конечно, этот роман один раз, и он скоро забывается. Поэтому читать его стоит, конечно, девушкам, женщинам, а мужчинам в последнюю очередь. Если, конечно, они не такие же, как главный герой Якуб, то есть, в котором женственная сторона играет большое значение, тогда им этот роман понравится тоже. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok